МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только самые свежие новости из мира кинематографа. Все секреты создания фильмов. Личная жизнь актеров. И, конечно, грядущие новинки проката. В эфире программа Кинокайф. С вами Ирина Вашегородцева. И Мария Рунич. Прильните к экранам. Мы начинаем. Я жду ответов. Больше надежд нету. Я смотрю, кто-то соскучился по лету или зимняя депрессия уже началась. Что-то ты ранова. В этом году. Хочу, чтобы было тепло. Верните лето, выключите дождь и снег, нарисуйте солнце, разогрейте небо, вскипятите море. И хочу, чтобы люди ходили в шортах и в майках. Сложно, что ли? Ты еще разорался. Хочешь ли это? Посмотри российский фильм с одноименным названием. Про море и тепло? Нет. Ну, думаю, тебе понравится. Это кино о легендарном Викторе Цой. Да, я слышала про него. Он вышел в прокат как раз в этом году. А режиссером выступил Кирилл Серебренников. Именно. Действие картины происходит в Ленинграде летом 1981 года. В городе открылся рок-клуб, которому суждено стать легендарным. За концертами выступающих там групп наблюдают строгие вышестоящие лица. А тексты песен тщательно проверяют строгий редактор Майк Науменко, авторитет рок-клуба. Именно к нему и приходит рокер-новичок Виктор Цой. И показывает несколько своих песен. И тут Майк понимает, что перед ним будущая звезда. В общем, это история о том, как зарождался российский рок, а на сцене зажигались первые звезды. Самые яркие и незаблимые. Песня! Пустынная улица, и с тобой вдвоем куда-то мы идем ойом. Эта песня тоже в фильме присутствует. Так что к просмотру рекомендую. Уже на этой неделе стартует фильм «Непотопляемые». Настоящие мужчины никогда не сдаются. И если уж решили чем-то всерьез увлечься, то их ничто не остановит. Во Франции великолепная семерка собирается вместе, чтобы сбежать от тягот обыденной взрослой жизни совершенно неожиданным образом. Когда проблемы тянут ко дну, важно оставаться непотопляемыми. Еще одна картина, которую вы уже можете посмотреть в кинотеатрах – фильм «Пришелец». В результате цепи трагических случайностей на далекой планете в одиночестве оказывается космонавт. Его жизнь находится в постоянной опасности. Нечто необъяснимое, вступившись не в контакт, навсегда изменит его. С этой минуты он станет потерянным и для себя, и для людей. А для самых юных на этой неделе – картина «На край света» в поисках единорога. Макс и Мелоди – дети путешественника. Когда их отец не возвращается из экспедиции, они отправляются в рискованное путешествие по его следам вместе с другом семьи и изобретателем. Компанию впереди ждут встречи с затерянной цивилизацией и королевой снежных воинов. Им предстоит преодолеть секретные ловушки древнего храма, а также попасть в таинственное и загадочное место «Сад желаний», где обитают единороги, минотавры и другие диковинные звери. Слушай, а почему у нас сегодня в выпуске только российские фильмы? Потому что, Машенька, новости читать-то надо. Министерство культуры планирует ввести ограничения в 35% для иностранных картин. И? Что и? Это значит, что у нас зарубежных фильмов станет меньше в стране. Ира, это значит, что кинотеатры теперь должны будут крутить не два фильма в течение месяца, а много фильмов. Правки направлены не на, скажем так, ввоз фильмов в страну, а на ограничение процента ежедневных сеансов одного фильма в кинотеатрах, объем которых не должен превышать 35% от общего числа сеансов, идущих в одном кинотеатре в течение дня. В общем, я запуталась. Не сбывай голову. Все хорошо, зарубежных фильмов нас не лишат. Это хорошо. А то я уже расстроилась, что не посмотрю Мэри Поппинс в следующем году. Он же советский, во-первых, да и вышел в 80-х. А вот в январе 2019 года выйдет сиквел от Диснея. После событий всем известная история о Мэри Поппинс прошла некоторое время. Дети выросли, грянула Великая Депрессия, Майлк живет вместе с сестрой Джейн, но оба с трудом оплачивают счета. И тут в жизни Майкла снова появляется нестареющая летающая няня с британским акцентом. Картину поставил Роб Маршалл, известный по фильму «Пираты Карибского моря на странных берегах». Тем более должно быть очень интересно. Ну тогда рекомендуй. К просмотру рекомендую. На сегодня это все. Если вы любите кино так весельно, как любим его мы, смотрите программу «Кинокайф». С вами была Ирина Вашегородцева. И Мария Рунич. До встречи на канале «16». Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова